На проведение капитального ремонта в медучреждениях района из бюджета Московской области выделено почти 24,5 миллиона рублей. На совещание с главами поселений Андрей Иванов поставил жесткое условие. При помощи общественников и жителей района осуществлять непрерывный контроль за расходованием этих средств. Ремонт запланирован в пяти медицинских учреждениях. Сегодня прошла первая выездная инспекция рабочей группы, которая была организована на прошлой неделе по инициативе общественной палаты Одинцовского муниципального района. Мы осмотрели сегодня два объекта. Это Одинцова улица Луначарского, 16, тубдиспансер и амбулатория в лесном городке по улице Фасадная, дом 6. Мы ознакомились с состоянием на данный момент объектов. Первая точка инспекции – противотуберкулезный диспансер. Подрядчик обещал, что ремонтные работы по замене кровли, козырьков и облицовка здания закончатся к концу сентября. Однако на месте рабочая группа не увидела никаких стройматериалов. Общественники запросили дорожную карту и проект реконструкции. Участники инспекции предложили установить пандусы на главном входе и в рентген-кабинете. По заключению каждого этапа работы мы планируем выезжать на место и контролировать исполнение. И качество мы будем привлекать и специалистов с профильным строительным образованием, которые нам помогут, сметчиков, которые разберутся со всей документацией. Все будет зависеть от документации, которую нам предоставит ремонтная организация. Вторая точка – амбулатория в лесном городке. Она нуждается в существенных изменениях. Сейчас медучреждение находится в плачевном состоянии. Каждый день с потолка падает штукатурка. Вентиляция не работает вовсе. В жаркое время в амбулатории просто невозможно находиться. В рамках ремонта планируется реконструировать входные группы, полностью заменить электропроводку, напольное покрытие, установить новые элементы освещения, а также привести в порядок стены и потолки. Особое внимание будет уделено и внешнему виду здания. У входа предлагают установить специальную парковку для колясок. Ремонтные работы в медучреждениях планируется закончить в конце этого года. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...